Дети цветы жизни, но бывает и так, что они начинают показывать шипы и превращаться в колючки. К чему приводится дозволенность и как помочь ребенку выбрать правильный путь? Сегодня разберемся. Детская наркомания, причины и следствия. То есть как бы на фоне гормональной перестройки нашего организма у нас идет такой гормональный бунт. Как помочь ребенку избавиться от зависимости? На первичном этапе, если мы попробуем это все сделать вместе, то у нас получится. Скажи мне, кто твой друг, как детей подсаживают на наркотики? Ну, таблетки я первый раз попробовала на Арбате. Мне предложили, и я такая, хорошо, ну давайте. В нашу программу обратилась растерянная мать. Дело в том, что она подозревает свою единственную дочь в употреблении наркотиков. Естественно, что ребенок все отрицает, но поведение говорит само за себя. Лиц, конечно, мы не покажем, но помочь в этой ситуации мы просто обязаны. Все началось в конце прошлого учебного года. Пропал интерес к школе, появились сомнительные друзья. Затем каникулы и масса свободного времени. Пока мать на работе, контроль никто не ведет. Во-первых, это пошло все из компании. Как бы она в такую компанию попала не очень хорошую. Поэтому вот оттуда все и началось. То есть мои запреты общаться с этими ребятами. Она воспринимала штыки, она не хотела. Она выбирала лучше, я с ними буду, я с тобой. Ну вот так, видимо, может быть, то, что у нас с ней конфликт пошел, она как бы мне назло, как она говорит, дело. И буду общаться. В семье начали скандал. А после того, как ребенку запретили общаться с сомнительной компанией, она начала сбегать из дома. Сначала на сутки, затем на трое. Началось это еще с весны, с мая месяца. Вот как я говорю, как она начала общаться с этими ребятами. Потом начала уходить из дома. Просто ушла гулять и все. Ну, она в 12 приходила ночью уже. Потом она вообще перестала приходить. То есть она могла уйти, не предупредив, ничего, все. Вот мы ее искали. Последний раз, когда она ушла, ее трое суток не было. То есть она ушла, и вот мы в милицию обратились, с милицией, с волонтерами. Мы искали ее, нашли. Она была вот, как сказал, что у этой подружки, с которой вот ее. Вот у меня есть одноклассник, и он меня с ней познакомил года два назад. И вот, это его сестра. Но она наркоманка была, потому что ее парень наркоман. Она тоже наркоманка. И братишка ее тоже наркоманка, дружится со мной в одном классе. Она учится со мной в одной школе, и мы с ней начали общаться. А когда мне уже начали запрещать с ней общаться, она меня принуждала с ней общаться. Потому что она говорила, типа, она меня побьет толпой и так далее. Я думаю, она может меня изгнить, я боюсь. Солнительная подруга, как оказалось, училась с ней в одной школе. Именно там завязалась дружба. Подруга-старшеклассница активно экспериментировала в употреблении различных психотропных препаратов. Где ты впервые попробовала вот эти таблетки, клей? Ну, я попробовала первые таблетки травмодол на Арбате. Мне предложили, и я согласилась. Сначала мне было плохо, и потом я думала, что я больше не буду. Но потом все же попробовала. Потом вот с этой подругой, которая сестра моего одноклассника, она мне предложила понюхать клей. Мы с ней нанюхались, мне было плохо. Потом мы еще раз нанюхались, потом еще раз. Потом мне стало нравится нюхать клей. Я начала нюхать его через день. Потом от меня очень сильно несло клеем, из носа, больше изо рта. Когда я, короче, общалась с девочками, которые гуляли на Арбате, и потом меня позвали на Арбате. Я не знала, что это такое еще место. Потом, когда мы уже туда приехали, они сказали, когда приезжаешь только на Арбат, точно не вернешься домой. И я такая... И я сказала, типа, я вернусь. И потом они мне дали таблетки, травмодол тоже. И вот, это была сестра того мальчика, вот она мне дала травмодол. И, ну, мы сидели, разговаривали. Как оказалось, подростки употребляли травмодол. Это сильнейший опиоидно-обезболивающий препарат. Аптеки обязаны продавать его только по рецепту. Мой друг взял справку, якобы он болеет раком, но не болеет. И ему спокойно продавали травмодол в аптеке или в поликлинике. Потом он приносил это на Арбат и раздавал всем по три таблетки. Мне тоже дал, но я выпила только одну. Моему другу 14 или 15 лет. Подозрений не было, потому что она абсолютно нормально домой приходила. И как бы, ну, пришла, сходила в ванну, там мы уже не стали ее ругать, что за это, что... Ну, просто был разговор серьезный, все. Так я не замечала, чтобы вот она в каком-то состоянии до этого приходила. Ну, вот когда уже конкретно начала, тогда уже я увидела по состоянию ее. Поэтому, ну, как бы я уже поняла, что что-то не так, что какое-то употребление есть. И сами уже столкнулись, поймали за руку, получается. Да, сама, когда я пришла. То есть она же отрицала до того момента, пока не поймали за руку? Да, она говорила, нет. Хотя я знала этих ребят, я знала, что они что-то, я именно что не знала. Ну, просто по их виду я, ну, просто было видно, что ребята что-то употребляют. Что они не просто так, и это не алкоголь. Потому что как бы запаха, ничего-ничего, я просто их видела. А потом, получается, я уже сама пришла с работы, они сидели у нас дома. И вот запах клея вот этот вот, я уже все, я уже по их состоянию, я уже вижу ее. И все, я уже в этот момент поняла, что она у меня тоже начала. Ошибка многих родителей – идеализация своих детей. Многие думают, что мой ребенок не такой. И несмотря на влияние окружения, он сможет устоять соблазном. Ведь он знает, что это плохо. Ну, здесь, конечно, защитный механизм срабатывает, как и у любого из нас. И самый верный способ – это, то есть, конечно, мой ребенок не виноват. То есть, это может быть окружение виновата, это может быть еще что-то быть. То есть, конечно, там, если человек начинает отрицать. Но верным способом – признать, признать, что есть проблемы на сегодняшний день. И самый верный способ – это беседовать, выстраивать диалог. Диалог выстраивая на, еще раз повторюсь, на доверие, на открытости, на честности. Конечно, правда может и быть, как говорится, следствием вины, следствием чувства стыда, сожаления, может быть, какого-то. Но самое главное – понимать, что только так выстроить диалог, можно найти общий интерес и общую концепцию, какого-то видения. При этом самое главное – не надавить и не переусердствовать. Потому что, когда больше про позицию обвинения, когда давят на ребенка, конечно, ребенок будет закрываться. И тем самым искать это взаимоотношение в окружении других людей. Естественно, что поговорить откровенно не получалось. На вопросы о употреблении Элеонора отвечала категорически мне. Обижалась на мать, что та ей не верит. И уже как бы в отмеску, на обиду, опять уходила. Она просто потом говорила, что вот я задержалась, мама, там, смотрю, время уже 12 часов. Я просто боялась прийти домой, потому что ты меня будешь ругать. Я говорю, ну, конечно, я тебя по головке не поглажу за то, что ты не придешь домой. Ну, пришла домой там в час ночи в таком возрасте. Ну, я же тебе ничего такого не сделал. Лучше прийти домой. Я считаю, так лучше прийти. Какое бы ни было время, прийди. Потому что сейчас такое время, что просто переживаешь, жив ли твой ребенок вообще. Понимая, что запретами и поруганием ничего не добьешься, и что пропасть между ребенком растет день ото дня, мать решила дать дочке свободу. И уже так постараться наладить отношения. Дошло до того, что как бы мы сговорили, что не хочешь, не убирайся, ничего не делай, какие-то домашние требования. Общайся с кем хочешь, нравится тебе, ты только, главное, приходи домой. Вот просто уже было до такой степени, что вот переживаешь, и, то есть, уже никаких запретов у нее не было. Делай, что хочешь, но только прийди домой. Здесь, конечно, конечно, есть ошибка родителя, что, когда получается очень много действительно свободного времени, и это время становится бесконтрольно, то есть, нету определенных регламентов, то есть, до какого времени ребенок может находиться и приходить дома, конечно, эти вопросы решаются внутри семьи. И здесь обратно же нужно выстраивать доверительное отношение с позиций, там обвинение и выстраивание, чтобы затрагивать интересы, а больше по поддержку. То есть, говорить о последствиях, какие могут быть последствия, если ребенок, допустим, задержался, или что может произойти, говорить о своих чувствах на эту ситуацию. То есть, что я испытываю, что я проживаю, переживания, там, сожаления, там, может быть, радость, может быть, удовлетворение, может быть, чувство стыда или же, там, горечи. Здесь как раз больше обратно же про диалог и обратно выстраивать, разговаривать, беседовать. Женщина в растерянности, дочери всего 13 лет. Как вытащить ее из употребления негативной компанией и восстановить мир в семье? Главное в работе с зависимым человеком – это смотивировать его на выздоровление. Именно этим занимаются в центре консультирования. После того, как у употребляющего возникнет желание лечиться, специалисты подбирают способ лечения, направляют в реабилитационные центры. Просто идет какая-то первичная, такая начальная стадия знакомства с веществом, психоактивным веществом. Неважно, там, человек, девочка экспериментирует, пробует, в принципе, и клей, там, и травмодол. По сути, предложить ей, может быть, возможно, какой-нибудь другой вид наркотика. Да, она, по сути, ну, я могу с уверенностью даже заявить, да, она употребит его. На данный момент идет такой, как бы сказать, первая стадия знакомства с наркотиками, да. По сути, это психологическое, в первую очередь, заболевание, да. Здесь я еще хочу вам сказать, что здесь очень такой тяжелый возраст. 13 лет, она, по сути, ребенок еще совсем, да, но уже ведет активную взрослую жизнь. Я имею в виду в отношении именно употребления, да, чего-либо, там, алкоголь, наркотики, неважно. Специалисты называют зависимость психологическим, хроническим, смертельным заболеванием. В разной стадии оно проявляется по-разному, но если не остановиться, исход всегда один. Первая стадия – это знакомство, когда человек знакомится. Человек знакомится с наркотиками, на первоначальном этапе он испытывает какие-то определенные чувства и эмоции. В основном это эйфория, приподнятость, там, и так далее. Это знакомство. Второй этап. Начинаются проблемы определенные. Сейчас мы уже, может быть, даже, мы так тоже утрированно называем, как пакостник такой, знаете, мелкий. В школе проблемы, с друзьями такие проблемы. Да, на данный момент вот мы уже проблемы имеем, какие вы там стревожены, взволнованы, да, там уже все родственники знают, по сути, да, и у нее, я не знаю, вот не спросил, да, какие у нее на данный момент последствия в школе, там, узнали, да, это все. Да, ну вот, это уже, да. Второй этап уже. Это уже второй этап мы имеем, потому что здесь, в первую очередь, возраст, да. Третий этап, это тоже такая, вот, мы утрированно называем, как лучший друг. Это даже не в соотношении Леонора, а вообще, да, наркотик, алкоголь, неважно, он превращается в лучшего друга. Почему? Потому что, ну, с наркотиком, с веществом комфортно. С ним можно едине побыть. Он тоже так образно говоря, оно выслушает. Есть такое выражение, вот, наверное, на четвертой стадии, когда говорят, я все прекрасно осознаю, но ничего с этим поделать не могу. Необходимо наладить контакт с употребляющим ребенком, при этом показать свою готовность к решительным действиям. Как правило, созависимость, любовь к ребенку не позволяет родителям прибегнуть к помощи полиции, врачей, наркологов. Жалко, а вдруг самодумаются? Думают они. В основном у родителей, да, они на словах говорят, мы готовы делать. В действиях это никогда не проявляется. Я готова тебе помочь, я не отказываюсь. От тебя что требуется? Только принять эту помощь. На первичном этапе, если мы попробуем это все сделать вместе, то у нас получится. Но если дальше это будет продолжаться, ну, я не хочу нести на себе такую ножку. Правильно? Ну, если брать реально в картину, потому что зависимый человек, это когда в семье появляется свой, родной, чужой человек. Он вроде свой, вроде родной, но все действия делает как посторонний. И здесь, понимаете, здесь, наверное, если брать просто зависимость, надо относиться к нему как к постороннему. Только тогда мы будем получать какой-то результат. А там бегать за него, там, извините за выражение, разводить, там, со школы в школу, там, человек употребляет, например, наркотики. Раз, это здесь, как обычно наши стандартные родители делают, замяли здесь, чтобы, образно говоря, кипиша не было, перевели его в другую школу. Думаю, сейчас мы ее на летах бабушке отправим в аул, там, и так далее, там, потом. Здесь полностью надо внутреннюю концепцию семьи, я считаю, менять. Все, образ, это трагедия и это горе. Тем более, я считаю, в 13 лет. Это сугубо мое личное мнение, но ребенок употребляет наркотики. При этом пропасть между родителями и ребенком растет. Зачастую чувства, они, образно говоря, черствеют. Чтобы вы понимали, о чем я говорю, к примеру, ребенок, он не понимает, он любит свою маму, либо больше ненавидит. Вот до того, понимаете? Просто он понимает, что он где-то уже любви-то нету, просто это очень признать тяжело. Потому что ходит, извините за выражение, какая-то непонятная женщина, что-то ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду, постоянно что-то бурчит, пытается мне научить, там, правильно жить, там, и так далее. Я считаю, здесь с Элеонорой надо больше работать. И подходить где-то не жестоко, а жестко. Потому что она, по сути, ведет аморальный образ жизни, неправильный. Для того, чтобы вырвать ребенка из лап-зависимости, специалисты советуют изолировать его от общества. Как правило, зависимого помещают в реабилитационный центр. Где от трех месяцев до года с больным проводится психологическая работа. В случае с Элеонорой такой вариант не пойдет, ведь начался учебный год. Элеонора рассказала нам, что готова противостоять зависимости. Появился страх за свое здоровье. Дают о себе знать первые последствия употребления клея. Боли в области грудной клетки, частые головные боли. Вот, я поговорила с мамой и решила завязать это. Начать там учебу нормально, учиться. Завязать это компанией. Не общаться с моим другом и той подругой. Итак, получив мотивацию к выздоровлению, мы отправляемся к специалисту-наркологу. Первый этап принятия проблемы пройден. Элеонора осознает и признается нам, что бороться самостоятельно с зависимостью не может. Здравствуйте, Марта Александровна. Добрый день. Мы к вам пришли вот с проблемкой. К нам обратились телезрители. Вот их дочь. Дело в том, что у нее есть кое-какие проблемы, с которыми она готова уже бороться. Вас зовут? Элеонора. Очень приятно. Элеонора, какие проблемы у вас привели ко мне? Ну вот, меня моя подруга начала типа на клей тянуть. И он такая говорит, хочешь понюхать? Я такая хочу. И у меня тяга. Прям хочется клеить. Постоянно. А вы уже, я так понимаю, не один раз клей нюхали. И какие были у вас ощущения от первого раза? От первого раза сначала было так хорошо, хорошо. Потом встал. Ну то есть мне неприятно было. Типа я ничего не помню. Не помнила его так. Было общее состояние недомогания, дурноты. Такое состояние слабости, возможно. Была слабость. Была слабость. А какие-то приятные моменты, которые вы испытывали при ингаляции? Тогда я нюхала клей. Когда вы нюхали клей, какие у вас были ощущения приятные, скажем так? Ну я как-то расслаблялась. Как-либо это повлияло на концентрацию внимания, на вашу память, на мыслительный процесс? Ну, у меня стала хуже память быть. Стала хуже память, стало хуже успевать в школе, труднее стало усваивать учебный материал. Есть такой, да, Энур? Скажите еще, пожалуйста, были ли у вас опыты приема каких-либо других препаратов? Может быть, аптечных каких-то препаратов, помимо клея? Ну, травматул только один раз, одну таблетку выпила, и ничего не было. У нас ухудшается работа головного мозга, потому что все ингаляционные вещества, они в первую очередь агрессивно действуют на нашу центральную нервную систему. Ухудшаются мыслительные процессы, концентрация внимания, ухудшается память, вы становитесь как бы несобранной, рассеянной, вам труднее, в принципе, вспоминать какие-то моменты из учебной программы, да, вы начинаете хуже успевать в школе, у вас возникают проблемы в школе с педагогами, да, то есть у вас могут возникать проблемы с родителями. Как у вас отношения с вашими родителями, с ними? Ну, нормально, вроде. Сегодня, по словам нарколога, остро стоит вопрос употребления наркотиков именно среди подростков. Нередки случаи, когда наркотические препараты продают в школьных дворах. Среди детей аптечная наркомания, токсикомания встречаются довольно часто. Тем не менее, как бы, в вашем возрасте, да, мы говорим о том, что у подростков мы наблюдаем зачастую девиантное поведение, так называемое. Девиантное – это отклоняющееся в переводе с латинского, да, то есть которое у нас отличается. То есть, как бы, на фоне гормональной перестройки нашего организма у нас идет такой гормональный бунт. То есть, как бы, мы не ставим ни во что наших родителей, да, то есть, как бы, мы не ставим ни во что педагогов, да, то есть, как бы, это характерно именно для подростков в таком возрасте, когда идет гормональная перестройка организма, когда у нас ребенок меняется во взрослого, да, то есть и наша девочка превращается в девушку. Да, и, собственно говоря, может проявляться так, либо это открытый бунт, когда у нас ничто не является авторитетом, никто, никто для нас не кумир. Мы, можно сказать, обесцениваем наших родителей, наших педагогов, старших товарищей, и мы во все тяжкие опускаемся в эксперименты, да, то есть мы начинаем активно экспериментировать с психоактивными веществами, мы начинаем, в принципе, активно там встречаться с мальчиками или с девочками, да, то есть, как бы, у нас где-то какие-то сексуальные опыты могут быть. Нарколог провел с Леонорой беседу, в которой выявил степень зависимости и текущее психологическое состояние. Тесты показали готовность девочке к переменам и отказу от употребления. Если сейчас на данном этапе мы можем поговорить с Леонором, да, то есть, как бы, я могу донести свою точку зрения как врача, да, ты меня услышала, ты подумала о том, нужно ли мне это, хочу ли я превращаться в дурочку, да, то есть, как бы, я такая молодая, симпатичная, перспективная, девочка живенькая, скажем так, с определенными, там, своими интересами, да, с хорошими мозгами, да, потому что, как бы, проблем нет, да, то есть, как бы, проблем с успеваемостью не было, пока Леонора не начала у нас употреблять какие-то вещества ингредиционные, типа клея. Вот, поэтому, как бы, если дальше мы в этом направлении двигаемся, то однозначно наша проблема решается быстрее. Если мы залезаем в употребление каких-то более серьезных веществ, то нам сложнее справляться, потому что в дальнейшем требуется уже, там, лечение у психиатра-нарколога, да, то есть, как бы, может быть, даже реабилитация длительная, психологическая, которая нам позволит в конечном итоге избавиться от этой зависимости. Чтобы улучшить психологическое состояние и мозговую деятельность, врач выписывает препараты. Советую заняться спортом, приступить к изучению языков и обязательно сменить друзей. Согласно данным наркологов, около 20% от общего числа зависимых составляют именно школьники от 9 до 14 лет. Все больше популярности набирают так называемые синтетические наркотики. Их реклама встречается на улицах, а купить их можно через интернет. То есть мы говорим о том, что это очень актуально, и 5-6 класс, и за сколько, опять же, ребенку, да, то есть 11-12 лет, да, в 11-12 лет мы уже имеем там активного употребителя. Причем, как бы, родители могут не догадываться, потому что это же не инъекционные наркотики. Он может даже и не курить, да, и когда родители говорят, ваш ребенок употребляет наркотики, но у него же нет следов от инъекции. Он же, как говорится, не курит, но он же нюхает. Но внешние проявления, прежде всего, обратите внимание на его режим дня, чем ребенок занимается в течение дня. То есть у него может измениться, то есть он может поздно укладываться спать, да, или поздно прийти с прогулки, если вы не, опять же, никак не нормируете его день, и у вас нет определенных ограничений на то, что он, допустим, должен в 9 уже быть дома или в 10 быть дома крайне. Он начинает у нас или быть чрезмерно активным, или потом спать по полдня, там, по целому дню. То есть это у вас уже должен насторожить на то, что он, возможно, что-то употребляет, что такие вот нарушения даже режима бодрствования, они уже, как говорится, ненормальны для вашего ребенка. И это не вследствие того, что он там растет, и у него там что-то меняется в мозгах. Настолько, что он даже, у него меняется его режим дня бодрствования. Леск в глазах, расширенные зрачки, невнятная или ускоренная речь. Любое изменение в поведенческих реакциях ребенка должно насторожить. В первую очередь синтетические наркотики вызывают психологические расстройства. Ну, начнем с того, что если даже мы проводим сравнительный анализ между опийными наркотиками, такими как героин, метадон, там, тромодол, то мы говорим о том, что современные наркотики вызывают больше привыкания буквально там с первой-второй дозировки, с первой или второй, скажем так, пробы употребления, потому что мы имеем сразу же что? Состояние эйфории, как любого наркотика. Кроме этого, состояние эйфории специфичное, то есть оно дает человеку ощущение того, что он всемогущий, что он самый умный, потому что у него ускоряется мышление, он себя чувствует самым креативным. Естественно, ему снова и снова хочется возвращаться в ту параллельную реальность, где он более успешный, и ему не нужно напрягаться. Достаточно просто понюхать или выкурить определенную дозу вещества. Утверждение о том, что синтетические наркотики не вызывают зависимости – миф, придуманный дилерами. Зависимость может появиться с первого раза, а чтобы избавиться от нее, потребуются немалые усилия. При данном виде наркотиков мы имеем выраженные психические расстройства шизофренофорного круга. То есть клиника похожа на проявления, которые бывают при шизофрении – тяжелом инвалидизирующем психическом заболевании. Мы говорим о том, что есть у нас и психопатоподобный синдром, как при шизофрении, и мы имеем паранояльный синдром, как при шизофрении – это бред преследования, когда у человека, употребляющего данный вид наркотика, формируется ощущение того, что он за ним наблюдает, его кто-то преследует, его в разработке у полицейский, в каких находится, да, ему хотят причинить вред, жена ему изменяет, тут бред ревности может присоединиться у некоторых. Мы говорим о галлюцинаторно-бредовом синдроме, который может появиться в виде видений, человек что-то видит того, что не существует, у него появляются голоса в голове, да, то есть слуховые галлюцинации, то есть чем дальше, тем больше. Наркотик истощает как психологически, так и физически, усиливает метаболизм, уменьшает аппетит, истощается сердечная мышца. Как правило, человек умирает от сердечно-сосудистой недостаточности. Чтобы сменить окружение, найти новых друзей, а главное себя, мы отправили с Элеонорой на подростковые курсы, которые проводятся в Центре комплексной поддержки «Реванш». Ну, прежде всего, мы проводим эти группы для того, чтобы дети нашли себя не на улицах где-то в компании с алкоголем, наркотиками или же иными благами современности, а прежде всего, чтобы они раскрыли свои внутренние способности. Для этого здесь мы, собственно, и проводим для начала необходимые тестирования, для того, чтобы определить текущее психологическое состояние, здоровье ребёнка. В последующем мы выравниваем непосредственно по методу тренингов, стараемся отыскать скрытые способности у ребят и постепенно, постепенно, индивидуально, работая с ними, развиваем. Программа направлена на развитие риторики. По словам психолога, у многих детей неразвиты коммуникационные навыки, и в некоторых ситуациях они просто впадают в ступор. С детьми разыгрываются всевозможные жизненные ситуации, в которых прорабатываются навыки общения. Чаще всего заявлять о себе любыми доступными способами дети стремятся из-за нехватки внимания, а девиантное поведение может стать следствием различных переживаний. Скорее нужно просто действительно понять, в чём причина подобного поведения. Потому что дети хотят заявить о себе не просто так, значит, у них есть какая-то проблема. Может, они не могут поладиться с верстниками, может, у них плохая успеваемость, и они из-за этого срываются на родителях, или же над ними издеваются. То есть вот такие вот очень частые явления, такое как буллинг, сейчас очень распространено, к сожалению, набирают обороты. Поговорив с нашей героиней, Владислав предлагает принять участие в группе. Основное время выделяется на теорию психологии. Эти знания позволят детям легче разбираться в себе. Вот ваши курсы, чего они учат? Во-первых, осознанию, пониманию себя, что да, вот здесь вот мы действуем как дети. Здесь мы дети, как говорится, из ребёнка превращаемся в взрослого, в каких-то своих действиях. Здесь мы действуем как родители, потому что в этом есть в каждом непосредственно. Когда ребёнок говорит, что я не хочу, я не могу, это, естественно, ребёнок. Поэтому я учу ребят, чтобы они понимали, что вот здесь вот вам нужно проявить больше ответственности, больше терпения, потому что иначе вы останетесь на одном, как говорится, положении, на одном фундаменте, и никуда вы дальше не подниметесь. Будем надеяться, что семья последует рекомендациям специалистов, и у них всё наладится. Это была программа «Обо всём без купюр». Вместе мы можем многое. Субтитры подогнал «Симон» «Обо всём без купюр»